Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня нахожусь в окрестностях города воинской славы Воронежа. Приехал сюда за грибами. Лес здесь получается смешанный. Я с подписчиком, с Филиппом. Я не знаю, пойдет он в кадр, сегодня нет. Сегодня 20 октября 2022 года. Да, отдельная благодарность Олесе и Антонине. Они мне тоже подсказали локацию, где поискать опята. Но я решил немножко подальше поехать, где будет просто поменьше народу. И поискать удачи грибной здесь. Погнали! Первая, друзья, находка. Это вот, кстати, я нахожусь сейчас почти в Липецкой области. На границе, можно сказать, Воронежской и Липецкой областей. Вот, смотрите, польский гриб. Я, конечно, про это читал, что он и под дубами бывает, и под березами растет. Но я всегда их под соснами только находил. Ну вот, друзья, пожалуйста, ни одной сосны в округе нет. Вот, березы, березы и дубы. Ну да, березы, дубы, даже осин нет. И вот, польский гриб под березками. Да, одно дело про это читать, и другое дело найти под березами польский гриб. Какой-то суховатый. Наверное, заморозки были, может, морозами чуть побило. Ну вот, синеют поры, синеют от нажатий. Классно. Польский гриб. Польский гриб в березовой роще. Встретилась сыроежка. Вот какая-то выцветшая. Думаю, можно взять для ассортимента. Не червивая. Вместе с польским полежит. В плюте оленей встретился на березе. Съедобный гриб такой. Вот такие чешуйки бурые. Пластинки. Ну, средней частоты. Ну, не редкие, больше частые. Не приросшие к ножке. Имеет он такой запах редьки. Гриб съедобен. Так, это у нас какой-то гриб встретился. А под березовик какой-то уже такой. Подзасушенный, мелкий. Видимо, погода не дала ему вырасти. Так, нож в корзине. О, не червивый под березовик встретился. Значит, тут грибников не так уж и много было. Раздали под березовиком достоять. Так, вот, польский еще попался. Вот один. Вот второй. Есть такое мнение, исследования проводились. В местах, где заражена радиацией, польские грибы накапливать могут радиацию. Ну, наравне при этом с маслятами, маховиками и свинушками. А так вообще, польский гриб абсолютно съедобен. Я его готовил даже без предварительного отваривания. Но, опять же, тут уже пусть каждый решает сам. Я никого ни на что не провоцирую. Здесь видно, что были заморозки. Грибы такие почерневшие немножко. И под березовики, и польские побитые морозами. Мухоморы попадались. Я даже их не стал снимать. Такие видавшие виды. Но польские морозы, конечно, выдерживают. Встретился еще польский. Вот он. Прям под березами. А вот там он, свинушка тонкая. Свинушка тонкая. Считается смертельно опасным грибом. Здесь их уже много попадалось. Но я их не снимал. Решил вам показать. Филипп там нашел. А ну-ка. А вот я сейчас иду. Вот две старые, прям усталшие. Да-да-да. Свинушки тонкая очень много. Польский мороз? Нет. Польский гриб. А вот еще польский гриб. Но здесь уже такая началась граница сосен. Немножко. Но вокруг повсюду все равно березы. И здесь тоже польские растут. Филипп, будешь брать поляка? Обрезать корешок. Да, это потом. Так, стоп. А я еще видел здесь один и потерялась. Вот, да, же маленький. Взгляд потерял, да. Вот он. Но это еще не все. Там вон еще два стоит. Нет. Нет? Вот. Польский. Да. Одно дело рассказывать, что польский гриб растет не только под соснами, но под березами и даже под дубами встречается. Другое дело найти его под березами. Но сейчас, конечно, тут сосна. Понятно, что не явно под березами уже и сосны имеются. Но перед этим были именно только березы. А здесь вот польские под соснами даже побольше, чем под березами попадаются. Вот молодые. Вот, раз и два. Там Филипп нашел тоже. Раз. Ага. Вон там два. Они два сросшихся, да. Но я надеюсь все-таки на опята. И он такой уже уставший. Здесь и вот там под березом. Да, я вижу под сосной еще один польский гриб. Слушай, ну у вас они это, как маслята у нас вот растут массово. У вас так польские. Вот еще, вот еще один. Маслята у нас тоже такие прям. Маслята, да. А вот, друзья, я его уже выкрутил, а потом на место вложил. Вот какой поличок крупный. И вот они, польские. На дне корзинки. У Филиппа уже там тоже неплохо насобирал. Встретился мухомор лимонно-желтый или поганковидный. Вот он. Вот такой. Мне он встречается редко, но чем севернее, тем он чаще попадается. Гриб ядовит. Красный мухомор встретился. Вот такой, миленький. Встретился какой-то балет. Сейчас посмотрим. Маховик, скорее всего, да. Маховик трещиноватый. Старенький, червивый весь. Гриб съедобен, но не в таком виде. Встретился белый гриб, первый за сегодня. Червивый весь. Весь червивый. Вот это вот белый гриб. Тот, который раньше называлось белый гриб. Форма березовая. Ну, скорее всего, на его объединили с Балетус и Дулес. Теперь это один вид. Встретился первый осенний опенок. Но не тот, который, конечно, хотелось. Хотя, возможно, даже это осенний опенок северный. Но почему-то один старый лопух. Тут уже как бы и не понять, какой именно вид. Я тут мужайку таких нашел. Ну, скорее всего, лукович на ноги или клубни-ножка в опенок это. Я не знаю. Вряд ли это северный. Они вот еще тут. Вот еще два рядом. Это можно собирать, но они для мариновки такие уже. Старые, да. Надо искать молодых. О, червивый. И червивые. Вот эти два. Раз они начались, значит, сейчас вглубь надо идти. Я думаю, будут и молодые. Опенок. Да, старый. Смотри, под шляпку прям ввязай. Я обычно такие старые не беру уже. Не брать? Не, пожарить, посушить можно. Просто они на мариновку уже не годятся. Вон, смотри, станут целые семей. Да вот, под ногами вот молодые два. Ну, так, средней паршивости. Пошли, наверное, все, если они не особо. Да, пойдем. Я просто, что-то захотел. Вот эту лужайку. Мухомор погонковидный. Еще один. Да, опять-то старенький. Надо вглубь дальше идти. Там должны попадаться. Встретилась рядовка. Либо фиолетовая, либо серовато-сиреневая. Сейчас будем выяснять. Вот еще. Тут их вот целая семья. Давайте вот этот вот аккуратно. Вот так. Да. Серовато-сиреневая, не фиолетка. Я надеялся, фиолетовая будет. Просто она мне в этом году еще ни разу не попадалась. Серовато-сиреневая рядовка. Когда-то их хотели, пытались объединить вместе с фиолетовой рядовкой. Но потом выяснилось по исследованиям, что это все-таки два разных гриба. Вот у фиолетовой мякоть фиолетовая и окраска более такая насыщенная фиолетовая. У серовато-сиреневая светлая мякоть. Такие сиреневые больше оттенки, посветлее. Многие грибники их путают и когда встречают, думают, что это просто выцветшая фиолетовая рядовка. Но на самом деле совершенно другой вид гриба. Вот, друзья, попались опята. Смотрите. На валежники. Похоже, как луковичноногий или клубненожковый по-другому. Ну-ка. Да, вот. Луковичноногий. Меня как-то спрашивали. Вот вы в одном видео о луковичноногий, в другом клубненожка вы говорите, пишете. Это одно и то же синонимы. Одно и то же название. Одного и того же гриба, точнее, название. Вот опята. Вот опята. И беленький. Спрятался. Смотрите, какая нога. Нужно фото сделать. Оленьи кровососки тут нападают. Сейчас. Беляка этого. Аккуратно. О, смотрите, какая нога. Ножище. Держи, посравнивай с польским. Давай, давай, сейчас покажем. Вот ножка белого гриба. Вот у него даже вот под шляпку видно, явно вот сетка на ноге видна. У польского сетки нет. И у польского синеют поры. У белого вот геменофор светлый, но он позже будет желто-зеленоватый, когда споры созреют. Вот белый гриб. И опята. Опенок клубненожковый. Вот у основания дуба. На березовом валежнике. Это тоже белый. Да. Беляш. О, какая нога. Да, да, шляпа. Кстати, шляпа давно отломана. Не свежие, это не мы. Да, вон. Аж потемнел на сломе. Два. Может еще будут здесь походить, если... Ну, сейчас опята пособирать. Немножко. Друзья, гляньте, какие опята. Возле мха. Возле мшистой кочки выросли. А сильный опенок луковичноногий. Вот он. Три штучки. Ты что-то нашел? Я что-то нашел, но я не знаю. А, сейчас. Сейчас иду. Корзинку пока здесь оставлю. Ух ты. А ну, сейчас посмотрим. Это чешуйчатка. О, все, развалилась. Глянь, какая. Не такая здоровая. Я думаю, наверное, не золотистая чешуйчатка. Может это, сальная чешуйчатка. Они похожи. Еще такие старые. И вон. А вон какие-то уже трупики грибные. Встретилась рядовка желто-бурая. Она образует микоризу с березой. Одна. Гриб съедобен. По вкусу, кстати, напоминает те же вот опята. Вот такая вот. С зубцом к ножке пластинки приросшие. Немножко даже смахивает на рядовку чешуйчатую. Но нет чешуек на шляпке. А так по строению так похоже очень даже. А вот там рядом опята. Три, в леске. Вот. Опенок осенний, клубненожковый. Осенний опенок. Смотрите, у основания березы. А тоже клубненожковый. Или рукавич на ноги по-другому. Рядом наценки. И вот еще опенок. Вот опята. По этому лесу опята повсюду. Смотрите, друзья, белых целая семейка. Здесь три стоит. И вот там четвертый беляш. Ну, его кто-то немножко поел. Но мне кажется, он будет, скорее всего, чистый. Нужно проверять. Филипп, давай, ты будешь выкручивать. Я поснимаю. Проверять будем. Сейчас аккуратно. Вот он, беляш. Червивый. Побит червями немножко. Можно взять, обрезать. Следующий. Да, тоже побитый. Поздно мы их нашли. Поздно мы сюда приехали. Да, да, что-то пробрал. Сильно. Следующий. Выбрасил. Да. Жалко. Уничтожили. Так, кто? Нет, тут. Тут вообще. А с виду такие крепкие казались. Да, вообще. Да. Да, вот он, червячок. Давай, проверим. Там самый большой. Надежда уже все меньше и меньше. Я сейчас буду плачать. Падать, падать на землю, бить руками, ногами. Да, да. Давай так вот обойду. Да. Все, падай. Опа. Не, ну это, да. Я хотел сказать, закон подлости нет. А это кто? А это кто у нас? А это у нас опята, гляньте какие. Крупные. Я такие клубни ножковые не находил, только толстоногие. А может это толстоногий? Выпрутите. Давай. Это толстоногий опенок. Опенок толстоногий. А ну, глянь, вот еще. Хорошая, хорошая кочка. Прям такая, приятно такие находить. Вот у него даже покрывало такое тоненькое, практически пропало уже у клубни ножкового. Покажи. Да, вон они. У луковичного ногого, наоборот, толстая такое покрывало на ноге. Ну, сейчас вот эти даже глянусь. Да. А кунок толстоногий. Ох ты, за ветку зацепилась. Камера. О, красота. И вот же они. Угу. Да. Я за корзиной. Ха-ха-ха. Ну что, друзья. Воронежская эпопея у меня подходит к завершению сегодня. Такой вот итог. Осенний опенок толстоногий. Осенний опенок луковичноногий или клубни ножковый по-другому. Белые грибы. Я сейчас уже не откопаю. У меня белые на дне. В этой корзине тоже один белый сверху. Филипп, который нашел. Польские. Больше, по-моему, ничего сегодня не брали, да? Два вида опят. Белые, польские. Маховики были червивые, попадались. Трещиноватые я один показал. Еще были, много попадалось. Все червивые. А, были подберезовики. Я один или два подберезовика взял. Нечервивых. Такой вот, друзья, итог. Всем удачной тихой охоты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok